Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки! Сегодня мы будем слушать сказку «Братец Амбия и братец Рамбия». Итак, в одном большом доме жил кот, а в доме было много мышей. Кот ловил мышей, ел их и жил привольно. Прошло много времени, кот постарел, и трудно ему стало ловить мышей. Думал он, думал, как быть, и, наконец, придумал. Созвал мышей и говорит «Мыши, мыши, вот зачем я позвал вас? Сознаюсь, худо я жил и вас обижал. Стыдно мне, хочу перемениться. Не стану вас трогать. Бегайте себе на воле, а меня не бойтесь. Требую от вас одного. Каждый день дважды проходите мимо меня одна за другой и кланяйтесь мне, а я вас не трону». Обрадовались мыши, что не будет их трогать кот, и на радостях согласились. Уселся кот в углу, и стали мыши одна за другой проходить мимо него. Проходят и кланяются ему, а кот сидит смирно. Вот последняя мышь встала перед ним и поклонилась, а он, цап, схватил ее и съел. А другие мыши вперед ушли и ничего не заметили. Так они ходили каждый день по два раза. Кот спокойно съедал двух мышей и был доволен своей хитростью. Но среди мышей было два друга – Амбе и Рамбе. И вот Амбе и Рамбе заметили, что мышей все меньше становится. Стали они думать и решили, что каждый раз, когда мыши будут проходить перед котом, Рамбе пойдет первым, а Амбе – последним. Прошел Рамбе, низко поклонился коту, а потом громко позвал «Братец Амбе, где ты?» Амбе с конца отвечает «Здесь я, братец Рамбе». И так они все перекликались, пока все мыши не прошли мимо. Рассердился кот, но не посмел тронуть Амбе, пока его звал Рамбе. Сердился, сердился и лег спать голодный. На другой день опять тоже кличет Рамбе, а Амбе ему отвечает. Опять побоялся кот тронуть Амбе и опять лег спать голодный. На третий день проходят мыши мимо кота. Кличет Рамбе, «Братец Амбе, братец Амбе, где ты?» «Здесь я, братец Рамбе, здесь я», – отвечает Амбе, А сам смотрит в оба, не прыгнет ли кот. Разъярился кот, кинулся на Амбе, оттого и след простыл. Да и мыши все разбежались, увидели, что кот обманщик, и им от него беда. Попрятались в норы и не выходят оттуда к коту-обманщику. А кот ни одну мышь поймать не может. Худел, худел, да и пропал. И коту конец, и сказке конец. Вот и сказке конец, а кто слушал – молодец. Понравилось видео? Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии, жми на колокольчик. До встречи в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok